Приветствую вас, прочитал ваш текст. Вы знаете, я думаю, что началось всё именно с того, что вы были примерной девочкой, с того, что вы хорошо учились, закончили с отличием своё учебное заведение, где вы работали. Вот. И, собственно, поступили, значит, в университет. Вот. Вот. А вот и на след вышли замуж. То есть, мне видится проблема такая вот глобальная. Именно в том, что вы всегда старались всем угодить. Вы всегда старались всем угодить, а это была ваша цель. То есть, вы как угождали своим родителям, так вы угождали после этого своему мужу, а так вы соответственно потом угождали своим детям и так далее. То есть, ключевой момент здесь, он именно в том, что вы старались соответствовать ожиданиям и желаниям других людей. но не себя, не себе, не к себе, не к себе вы прислушивались. И, собственно, ситуация, она до сих пор такова. И чувство вины, которое у вас имеет место быть, тоже оказывает достаточно существенное влияние на то, как вы себя позиционируете. Вот. Второе, это то, что вы, по сути, растворяете в своих дочерях, в своих детях, в своей дочери, возможно. То есть, у вас дочь, ваша, да, она полностью зависит от вас. И надо сказать, что в этом есть некий смысл, такой, более глубинный смысл. Потому что, если дочь ваша не будет с вами, если, ну, если ее не будет с вами рядом, то вполне вероятно, что вам вообще не для чего будет жить. То есть, дочь, по сути, да, она обращает ваше отношение к себе, ваше восприятие себя. Самой, как бы. Понимаете? И пока что, пока что, ну, возможно, у вас нет возможности дать ей что-то другое. А-а-а-ом-то, до чего не будут. Кроме вот, а-а-а-м, того, что вы сейчас ей даете. Да ладно, вот,!!! дать ей что-то иное, иное, нежели то, что вы ей даете вечер, потому что вы не можете, не можете, ну, не можете научить её тому, что вы умеете сами, вот, а сами вы не умеете, ну, это очевидно, да, то есть сами вы не умеете жить для себя, вот, сами вы не умеете любить себя, вот, и сами вы не можете делать то, что хочется. Именно вам, вот, поэтому, по отношению к дочери рекомендуется эмоциональное отдаление, зачастую даже достаточно жёсткое эмоциональное отдаление от неё, то есть, это поставить её перед фактом, что, ну, ну, что, так продолжаться не может, так как вот, это сейчас происходит, происходит. Вот. Всё, пора что-то менять и, соответственно, вы ставите её перед фактом относительно того, как будут дальше развиваться ваши отношения. Вот. Вам в этом, на этом или в этом или на этом поприще понадобится помощь, вам понадобится поддержка, потому что самой вам будет тяжело справиться и устоять пред давлением дочери, а давить она будет, потому что ей будет, ну, ей будет не нравиться то, что, то что вы перестали делать для неё. Вот. Ей будет, её будет это не устраивать, ей будет это не по душе, ей будет это неприятно. Вот. И вам, соответственно, нужно будет, как бы, устоять перед тем, чтобы не, ну, чтобы не поддаться на её какие-то вот провокации, да? Вот. Такая вот, ээээ, история на самом деле. Эээ.. Здесь. Вот. И это на самом деле вот ээээ, только такая, скажем, вершина айсберга, вот, потому что дальше вам потребуется работа по, ну, по корректировке, по корректировке вашего отношения к себе, вот, что это, вот, такая история, примерно, такой момент, пожалуй, а вряд ли будет здесь какая-то рекомендация еще, вот, потому что, ну, это просто потому что не получится больше вам ничего сделать. Пока что, на данный, на данный момент, в силу, в силу тех моментов, да, в силу того, что у вас нет ресурсов на это, вот, и сами вы, в общем-то, скорее всего, не справитесь с, ну, с данным аспектом, вот, соответственно, соответственно, такой может быть вам ответ, вот, исходя из того, что вы написали, написали. То есть, пока что вам, грубо говоря, нужен ресурс, да, пока что нужны ресурсы вам для того, чтобы вести, ну, дальнейшую, дальнейшую работу, вот. Вот, примерно, так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, да, получилось, конечно, немного, но, тем не менее, тем не менее. Мне представляется такой ситуацией, когда у вас появится ресурс, когда у вас появится именно ресурс психологический, вот, можно будет уже с вами работать, ну, непосредственно, непосредственно с вами, ну, можно будет работать. Ну, это все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.